Как красиво прыгнуть с 30-метровой скалы, кого в Лондоне спас Шерлок Холмс и сколько стоит самый дорогой Феррари в мире. Об этом мы только дали в нашем обзоре. Кто лучше прыгнет со скалы, соревнуются в Техасе. Там проходит чемпионат мира по клифф-дайвингу. Участники бросаются в воду с высоты 27 метров и при этом умудряются исполнять в воздухе сложные пируэты. Оценивает выступление профессиональное жюри. Это один из самых старых экстремальных видов спорта. Ему больше двух с половиной сотен лет. Шерлок в деле. Актер Бенедикт Кембербич, который играет Шерлока Холмса в британском сериале «Спас курьера от хулиганов». Это случилось неподалеку от Бейкер-стрит. Кембербич ехал в такси, когда заметил, как четверо мужчин избивают велосипедиста-развозчика еды. И сразу же бросился на помощь. Разобраться с бандитами актеру помог водитель такси. Он потом рассказал СМИ о случившемся. И добавил, если бы Кембербич не вступился за курьера, тому бы здорово досталось. Кошмары Голливуда. Дело продюсера Харви Вайнштейна ляжет в основу сюжета фильма ужасов. Его планирует снять американский режиссер Брайан де Пальма. В центре истории маньяк-насильник. События происходят с работниками киноиндустрии. По словам режиссера, он обсуждает идею фильма с одним французским продюсером. За полгода в сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна обвинили около полусотни женщин. Умный зонт придумали японцы. Главная особенность аксессуара – его не нужно держать в руках. К зонту прикреплен дрон с камерами. Он улавливает движение человека, а беспилотный аппарат сам следует за хозяином. Продавать собираются в следующем году по 275 долларов. Выжить любой ценой. В китайском ресторане рак сбежал из кастрюли, откусив собственную клешню. Вероятно, она мешала ему двигаться. Видео побега собрало в фейсбуке почти миллион просмотров. Пользователь, который выложил ролик, рассказал, что забрал рака к себе в качестве домашнего питомца. Сладкое побоище. В графстве Кент провели традиционную битву тортами. Люди бросали в друг друга пирогами с заварным кремом. Всего использовали около двух тысяч снарядов. Соревновались 32 команды, три приехали из далекой Японии. Мероприятие проводят уже 51 год подряд. Спорткар «Феррари» продали в США за рекордную сумму в 70 миллионов долларов. Это модель 250 GTO 1963 года выпуска. Тем не менее, автомобиль в идеальном состоянии и ни разу не попадал в аварию. 54 года назад именно этот «Феррари» победил в гонке Тур-де-Франс.